Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию, уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки. Мы отправляемся в одно загадочное путешествие. Находясь в рок-путешествии в Санкт-Петербурге на юбилеях Ленинградского рок-клуба, я вдохновился подвигами наших рокеров в далекие советские времена. И написал там аж две песни, которые недавно вам и спел. Одну песню про рокера, которого отправили в Сибирь вместо Грэмми, а вторую про нашу северную столицу, один из моих любимых городов. И я должен вам сказать, что мне понравилось сочинять песни в рок-путешествии. Поэтому, приехав сюда, в Объединенные Арабские Эмираты, и увидев весь этот восточный колорит и красоту, я практически сразу же принял решение сочинить песню и в этом рок-путешествии. И само собой, разумеется, сделать эту песню на восточный арабский мотив. Но если в Питере у меня есть друзья, которые предоставили мне инструмент для сочинения этих песен, то здесь у меня таких друзей пока нет. Но извините, я отвлекся от арабской песни, которую надо сочинить. Так вот, так как друзей тут у меня нет пока, которые могут предоставить мне инструмент для сочинения очередного шедевра рок-музыки, то я решил приобрести гитару, и желательно приличную. Ведь я же, помимо сочинителя песен, еще и коллекционер гитар, если вы, конечно, помните об этом. И поэтому лишний экземпляр в коллекции мне никогда не помешает. С учетом своего коллекционерства, покупать обы что мне не хотелось. И я решил найти здесь музыкальный магазин и выбрать хороший инструмент. Честно скажу, я долго рылся в интернете, пока такой магазин нашел. Но не рок-н-ролльная эта страна. Гитары особым спросом здесь не пользуются, в отличие от России. Поэтому и магазинов гитарных здесь нет. Но тем не менее, на сайте этого магазина было представлено несколько заинтересовавших меня инструментов. Один это подписной стратокастер Эрика Клептона. Белоснежный, даже звукосниматели были белые. Цвет Olympic White. И вторая гитара, которая меня также заинтересовала. Это опять-таки подписная модель, но уже Джимми Пейджа из Led Zeppelin. Такой разрисованный цветами телекастер. Пейдж, правда, предпочитал гибсоны, Лес Полы. Но такой экземпляр у него действительно был. Обе гитары были очень интересны. Я решил туда поехать и выбрать одну из них и купить. Магазин, правда, находился в соседнем с Дубаем Эмирате, Шардже. Но по нашим меркам это недалеко, в часе езды. Поэтому мы решили с утра взять такси и поехать туда. И тут началась эпопея с безграмотными местными таксистами. Мы нашли здесь в интернете магазин гитар. А я в тот раз из Арабских Эмиратов привез великолепный стратокастер. И недорого. Хотим сейчас поехать и посмотреть. Поехали, посмотрим вместе. Первая попытка сесть в такси не получилась. Я ему покажу адрес. Мне дали адрес, который на карте. Там координаты, но улица не указана. Он так и не смог сообразить. Ну ничего, сейчас консьерж нам напишет адрес. Делаем вторую попытку. Они должны нам написать адрес. Потому что там точка и координаты. Долгота, широта. Сейчас все будет. От нас не скройся, от русских рокеров. Магазин не запрячешь. Вот, M&T, Music, Mir, Liberty Signal написано. Хорошо. Спасибо, люди добрые. А то злые таксисты хотели лишить меня сувенира. Гитары провожу из разных стран. Зажали по гитару, чтобы я не забрал. Ну, мы поедем. Ну что, идем на второй заход уже с адресом точным. Там разбирались полчаса тоже. Адрес искали. Но от нас, я повторюсь, от русских рокеров. Хорошие гитары, не спрячешь. Пошел учить таксиста. Вторая попытка не прошла. Толковый таксист попался. Уже ему показали адрес, карту. Все равно смотрелся, как одно животное на новые ворота. Третья попытка. Помните, первый Блинком, а он второй знаком. Третий Дальние Дни, а четвертый мне. Будем надеяться, что здесь с опережением графика. Шоп. Мьюзик Шоп. Гитарс. Мистер, вот тут написано, куда ехать. Я понял. Он не читать не умеет. Он вверх ногами смотрит на карту. Но все-таки поговорка русская точная. Третья попытка не прошла. Он разбирался. Вверх ногами читать не умеет. Мистер, давайте никого другого. Он не понимает. То есть, видите. Первый Блинком, он второй Блин знаком. Третий Дальние Дни, а четвертый мне. Но я надеюсь, что четвертый раз они какого-то таксиста привезут, который хоть читать умеет. Уже распечатали им. С текстом, адресом точным. Он вверх ногами смотрел. Я ему говорю, поверни ты. Тут же адрес написано. Он ни хрена. Он смотрит вот так. Вызвали того таксиста, который нас возил до этого, который врубается хоть немного. А я подумал, а почему они такие? А потом я вспомнил. У них же в такси и вообще в прислуги не работают местные люди. У местных здесь обязательное образование. Более того, правительство финансирует даже высшее образование бесплатное. И даже если ты особо одаренный, то ты можешь выбрать любой вуз в мире. И туда поехать тебе платят. А это Пакистан, Марокко, Талжир, Сирия. Вот эти вот здесь вот работают. Они реально безграмотные. Опасно к такому сесть. Уважаемые любители рок-музыки, четвертая попыточка. Будем надеяться, что она будет удачной. Мы от своего не отступимся. Я чувствую, что там есть хорошая гитара. Раз сопротивление такое идет материала. Не хотят, чтобы я увез отсюда хорошую гитарку. Номер не пройдет. Я все равно увезу. Если будет там гитара нормальная. Ждем нашего отводителя. К этим я уже не обращаюсь. Ну вот, человек сразу разобрался. Нормальному человеку, который может прочитать карту. Там смотреть нечто. Нарисована дорога. А я всегда говорил. Что народная мудрость. Это сила. Это концентрированная философия. Выраженная в самых простых словах. Не просто так. Волщук СД обожает собирать народную мудрость. Всех народов мира. Любых. Недавно один умник, Артем Далакян, под моей песней, тогда пляши, когда играют, полностью построенный на народных пословицах и поговорках, очень сильно до слез, как он написал, посмеялся над всякому овощу время свое. Я ему отвечаю, а над пословицей армянского народа, без лета плоды не поспеют. У вас не вызывает это слеза до смерти? До сих пор молчит паренек. Народная мудрость. Это концентрированная мудрость человеческая. Концентрированная в простых народных словах. Оказалось, что этот магазинчик не в Эмирате Дубай находится, а в соседнем, в Эмирате Шарджа. Поэтому мы едем уже целый час и наконец-то подъезжаем к этому магазину. Но что вам рассказать про этот Шарджа Эмират? Что это самый суровый Эмират в плане соблюдения традиций ислама, то есть шариатских законов. Здесь запрещено пересекать даже этот Эмират, если у тебя внутри машины находится бутылка с алкоголем. Не то, чтобы пить, а даже провозить через этот Эмират. Если тебя поймают с этой бутылкой алкоголя в машине, то тебя накажут административно. А если тебя поймают пьяным за рулем, то наказание 40 ударов палкой под пятком. Я уверен, что после такого наказания никто не захочет садиться пьяным за руль. Поэтому наши московские и российские штрафики в 30-50 тысяч лишения права на пароли вроде бы как суровые, но тут посерьезнее. Это раз. И второе. Я же коллекционер гитар, вы не забыли, уважаемые любители рок-музыки, меня ничто не установит. Даже вот этот час ехали, я все равно заберусь до магазина гитарного. И если там есть хоть что-то приличное, такое оригинальное, красивое, то я, конечно же, это все заберу и увезу у Москвы. Ну все, подъехали. Вот он сзади нас, музыкальный магазинчик. Пойдемте смотреть. Ну вот, ну конечно, это не магазин, это отдел в магазине. Но все равно посмотрим сейчас. Это они так сказали, что у них тут шоу-рум. Ассортимент на стенах был небольшим. В основном акустические инструменты, но они меня не интересуют, так как я коллекционирую электрические гитары. А вот электрогитар было представлено очень мало. В основном китайские и корейские инструменты. Ну конечно, такие гитары я покупать не буду. Я сейчас им покажу то, что у них выставлено в интернете. Там интересные экземпляры есть, там очень интересные экземпляры. Это так, ширпотреб, будем так говорить. И только в самом конце, в уголочке, были представлены американские и японские инструменты. И то их было штук 10 от силы. А тех, которые меня хоть немного заинтересовали, так вообще было штуки 3-4. На мой вопрос, где гитары Джимми Пейджа и Эрика Клэптона, которые представлены на сайте, они мне ответили, что их недавно продали. Забыли только убрать картинки с сайта. Молодцы, говорю им. Грамотный у вас подход к заманиванию покупателей. Хорошо, продолжаю. Но у вас там на сайте еще много других приличных гитар представлены. Они-то где? На что они мне с огромным сожалением в голосе ответили, что те другие хорошие гитары на складе. А склад в аэропорту Дубая. А до Дубая ехать далеко. Да и ехать некому. К тому же машина поломалась, а шофер заболел. И тем более склад у них сегодня закрыт. А здесь у них только шоу-рум. Так что просим любить и жаловать. Но что, сказал я своему режиссеру, будем выбирать из того, что есть. Нам без гитары уехать никак нельзя. Отпуск короткий, всего неделя. А мне надо и песню сочинить, и затем сняться и спеть ее в нескольких локациях. Поэтому мы начали смотреть, что же там есть. А было там четыре более или менее приличных серийных инструмента. Два полуакустических японских Гретча. Один сапфировый Fender Stratocaster. И один юниорский Fender Starcaster. Интересной формы. Вот мы их и стали пробовать. И мой выбор пал на сапфировый Fender Stratocaster. Я, конечно же, не великий гитарист. Но можно сказать, что умею неплохо играть на гитаре, для того, чтобы сочнять песни. Но оценить звук, как это делает профессиональный гитарист, конечно же, не могу. Но все же, на мой взгляд, инструмент звучал очень прилично. И был очень удобен в игре. Все лады четко подогнаны, отшлифованы. Рука непроизвольно скользит по грифу. Но все же, главное, гитара великолепно звучала, по моему мнению. И думаю, что звучала она хорошо потому, что была производство 2021 года. И поэтому в ней уже применены были последние достижения гитаростроения. К тому же, один из переключателей на гитаре был пушпульным. Что расширяло диапазон стандартных стратокасторовских тембровых режимов звука с 5 до 10. Очень приличный инструмент, хотя и серийный. Поэтому, помятуя тот факт, что у Эрика Клэптона в коллекции более 300 стратокасторов, я подумал, что лишний страт мне в коллекции не помешает. Тем более, что звучат они все по-разному. У каждого свой неповторимый голос. И к тому же, сочинять мне здесь, на такой гитаре, будет приятно и легко. Поэтому мы и взяли сапфировый стратокастор. Кейс. Кейс. Нам без твердого кейса нельзя. Нас заставят сдать ее в багаж. Поэтому мы ее хотя бы обмотаем и повезем. Но повторюсь, гитара и по виду, и по звуку. Высший пилотаж. Обалденная гитара. Здесь. Смотреть. Оно. Оно. От нее. Класс. Закрывать. Да? Смотреть. Да, да, это снимите. Чтоб цены не было, то на таможне спросят. А сколько она стоит? А я скажу, что ты взял на базаре, с рук подержанную взял. За копейки отдали арабы. Говорят, а там не нужно, забирай. Даром отдали. Как узнали, что приехала рок-звезда из России? Говорят, кстати, мы ее дарим ее. Ну вот, без обновки не уедем. Пополняем коллекцию. Я вам напомню, у Эрика Клэптона, к сожалению, его white olympica здесь не было. Обалденная гитара, обалденная. Так вот, у него в коллекции более трехсот стратокастеров. Это его любимая гитара. И все они по-разному звучат, как он сам говорит. Все, абсолютно, каждого свой звук. Честно говоря, у нас богатый выбор в Москве гитары. Но это редкий экземпляр. Это раз. И во-вторых, по цене, я, наверное, сказал бы, что здесь дешевле. Гитара экстра класса, а стоит дешевле. Супер. Закрывайте, пакуйте, пойдем расплачиваться. В тот раз я привез фендер, тоже классный. Только он был полированный, тоже обалденный. Фендер звучит офигенно. Ремешок фендер сразу прикуплю. Хороший, красивый. Дай лобо. Я лебед. У меня такие есть дома. Не буду брать это. Ладно. Или взять. Вот такого нет у меня черненького. Черненький взял ремешок. У меня такого нет. Ну, фендер написано. Ну, что? Четвертый, блин, увенчался успехом. Купили фендер, стратокастер. Прекрасный, темно-синий. Звучит великолепно. Но, конечно, тут они медлительные. Пока оформили эту гитару, так, блин, полчаса прошло. Но ничего, мы настойчивые. От нас не уйдешь. Все, едем в отель. Коллекция пополняется. Уважаемые любители хэви-метал, поп-саря, па-шансона и всякие виртуозные гитаристы. Я пополняю коллекцию. Радую вас новыми гитарами. Проходите, Леван, пожалуйста. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.